Миротворец, кандидат министра иностранных дел, Лавирус Жириновский. Я просто считаю, что, если просто сказать, да, всему миру, будете себя плохо вести, Жириновский возглавит МИД. Все скажут, ни в коем случае. Сергея Викторовича не трогайте, наше всё. Вот, во-первых, я согласен, что мы здесь все выражаем свою личную точку зрения. За нами и стоят страны, силовики там, или МИД. Во-вторых, я бы хотел, чтобы всё-таки Николая подправить. Он говорит, что вот хорошо, что сейчас у нас Путин. Хорошо. А если был бы Зюганов, Крым-то был бы... Подожди! Помолчи! Я сказал, что он эффективней. Помолчи! Я говорю, что если бы вы поддержали бы Зюганова, то Крым бы всегда был бы ваш. Вам бы ещё Курскую область дали бы. Ростов бы дали бы вам ещё. А вы, дураки там на Украине, не понимаете, что... Поэтому для вас лучше Путин, а для вас лучше Зюганов. И ваша Компартия была бы правящей. Это один вариант. Вы его прохлопали навсегда. У вас был шанс в 96-й год. Всё. Зюганов в Кремле, и никогда Крым бы близко не был бы у России. Я думал, Геннадий Андреевич сейчас... Второй шанс! Третий шанс! Третий шанс! Вы недовольны, что Крым не ваш. Вы недовольны, что Донбасс, Луганчат. Вот если бы я был бы в Кремле, вас бы вообще никого не было бы. Понимаете? Это правда. И Украины бы не было. И русская армия стояла бы на той границе, где она была в Первую мировую войну, если эта сраная Европа испугалась мигрантов из Азии, мигрантов безоружных. Вы же дипломат. То русская армия, а слово сраный означает трусливый. Владимир Рудович, Владимир Рудович, теперь вы понимаете, почему мы за Путина. Могут смотреть дети. Дети должны знать, что был бы праздник сейчас. Киев встречал бы Новый год, и мы бы ехали отдыхать в Одессу, и в Донбассе добывали бы уголь, и строили бы ракеты в Днепропетровске. Был бы счастливый народ, проживавший там, где сегодня жить невозможно. Дышать невозможно. Все заводы стоят. Вся лежит ваша Украина. У вас было 52 миллиона. Сейчас 42. Где 10 миллионов ваших славных украинцев? Все остальные разбредутся. Не дай бог вам согласятся, подпишут соглашение, вступят в силу. Оно не вступит, но вдруг вступит. Паспорт получите, Украина вообще ничего не останется. Вообще ничего не останется. Забудьтесь о России. У вас выбор осенью. Извините. Забудьтесь о России. Вы что, между нами Европой будет пустыня? Половина населения. Пустыня? Теперь две туалеты Минатовские. Нам это не надо. Нам нужна наша территория. С нашими заводами. С нашими своими. Вы же со своими. Поэтому, когда вы тут, Николай, варианты отрабатываете, вы радуетесь вот тому, что вы недовольны, где Крым, где там все это другое. Вы еще радуетесь, что в Кремле Путин. Пусть с него другой придет. И переговоров не нужны будут. Ни Грызлова, ни Суркова, ни кто. Никаких переговоров будет. Все будет ночью делаться. Как вы с Януковичем, так мы со всей вашей командой. И через 72 часа русские танки будут стоять близко Библиюсселя. А что вы с Януковичем делали? И не нужны переговоры. А что у вас либерального? И вернете 3 миллиарда долларов, вернете в 10 раз больше. 30 миллиардов долларов. А Владимир Восельевич, я от этого выражу. Что у вас либерального и демократического? Ничего. И ответите. А у американцев либерализм? У немцев либерализм, у них насилуют людей на улице. И они это замахнут. А это либерализм? Это либерализм? Либерализм есть понятие. Либерализм. Вот, у вас партия. Либерализм. Либерализм. В том, что вы здесь стоите, и вам решают говорить. Я правильно понимаю, что вы основоположник учения либерализма, империализма? У нас такое... По элементам и коммунизма. У нас в идеологии партии 40% консерватизм, 30% либерализм, 20% социализм и 10% национализм. И чуть-чуть... А как это либерализм? И чуть-чуть зеленого руки. Я думаю, теперь все...